Здравствуйте, уважаемые гости! Компания Кодерлен приветствует вас на нашем семинаре, точнее, извините, вебинаре. Программа этого вебинара у вас отражается на экране. Мы поговорим сегодня про оптовую торговлю в программе в конфигурации ERP и про начальные настройки для запуска этой программы. То есть, что необходимо сделать, чтобы программа начала работать и, соответственно, приносить удовольствие. Несколько слов о самой конфигурации ERP. Это не конкретно бухгалтерская программа, как принято обычно считать. Это программа, которая соединила под одной крышей, если можно так сказать, несколько конфигураций, то есть это коммерческие предложения, коммерческий блок, маркетинг так называемый. Производство не слишком сложное, то есть, естественно, не металлургическое, но достаточно несложный цикл. Здесь вполне можно вести и получать необходимую аналитику. Работа с персоналом, то есть кадровый учет и начисление зарплаты. Причем начисление зарплаты, этот блок абсолютно идентичен по функциональности тому, который существует в программе зарплата и кадры. То есть, позволяет вести и кадровый учет, и работу с кадрами, и, естественно, расчеты по разным достаточно сложным схемам. И, наконец, это работа ЦРМ-блока, то есть работа с клиентами, ну и, естественно, финансовая отчетность, то есть полностью вся отчетность, которая сдается в налоговые, в контролирующие органы, включая статистику по разным формам и многое другое. Также есть интеграция с программами, которые работают с марками, то есть и с ЕГАИС, и с Честным Знаком, и с многими другими, Меркурий, типа Платон. Сама по себе конфигурация имеет очень много уникальных абсолютно возможностей и, соответственно, позволяет ввести общий комплекс и управленческого учета, и финансового учета. Кроме этого, конфигурация имеет много прикладных решений, которые позволяют расширить ее возможности. и, например, такие разработки, как ЦРМ, МДМ, ВМС, то есть позволяют ввести учет договоров и договорной документации, позволяют ввести сквозки операции, ну и, соответственно, многое другое. Самым интересным моментом и революционным, в общем-то, является то, что в программе ERP реализована возможность включения и отключения некоторых блоков. То есть если раньше для этого требовались отдельные конфигурации, то здесь при первоначальных настройках возможно включение или, наоборот, отключение некоторых разделов. Это такие механизмы, как ведение мультивалютного, мультифирменного учета, ведение в разрезе подразделений, ведение подразделений, которые выделены на отдельный баланс, работа с несколькими валютами, переработка довальческого сырья, что передача собственного сырья в переработку, что выполнение каких-то работ и услуг из довальческого сырья. Все конфигурации последнего поколения 1С достаточно взаимодополняющие, если можно так сказать. И вот на данном слайдике вы видите, как могут взаимодействовать различные конфигурации. В центральной части сама конфигурация ERP, то есть управление предприятием, и функции, которые она может выполнять. Кроме этого, есть конфигурация управления холдингом, 1С управления холдингом, которые позволяют взаимодействовать с холдинговыми структурами, когда много разных предприятий, объединенного в один бизнес, помогают вести учет в разрезе МСФО, то есть корпоративные налоги, корпоративные сборы и так далее. И конфигурация 1С документооборот. То есть это управление документами, управление работой сотрудников, то есть распределение нагрузки, контроль за выполнением и так далее. В идеальном сочетании, конечно, лучше всего использовать все эти три конфигурации, но это уже для более крупных предприятий, которые имеют холдинговую структуру. А мы начнем с вами сейчас с более простого варианта взаимодействия. Значит, у нас будет с вами сегодня разговор о первоначальных настройках и о запуске торгового блока, то есть блока продажи, который ориентирован на оптовую торговлю без учета розницы. Мы не будем затрагивать планирование. Планирование есть нескольких уровней, но мы про него только поговорим вскользь, а подробно останавливаться на нем не будем. Итак, для торговли очень важный сервис CRM. Он позволяет ввести возможность ввести сведения про контрагентов, про их должностных лиц, про любую информацию, которую мы имеем по данному разделу, начиная от любимой собачки директора и кончая ценами и конкуренсной разведкой. Есть такое понятие в этой конфигурации, и мы мимо него немножечко пройдем. Итак, рассматривать мы будем на примере демонстрационной базы, и, соответственно, каждая настройка, мы будем переходить в документы, которые к этому привязаны разделу, и смотреть, как они реагируют на те настройки, которые мы с вами создадим. Теперь мы с вами переключимся на саму конфигурацию и посмотрим, что у нас здесь есть. Первое, с чего мы начнем, это интерфейс. Такой интерфейс, как вы видите сейчас, то есть желтое поле с наименованием подразделов, называется такси. Его можно включить или отключить в зависимости от того, как вам привычнее и комфортнее. Начинается работа с программой с раздела НСИ и администрирования. НСИ – это нормативно-справочная информация, и администрирование – это, собственно, работа с самой программой и с ее некоторыми техническими разделами. К сожалению, 1С ERP, так же, как и многие из семейства 1С, особенно последних поколений, очень требовательны к первоначальным настройкам. Это достаточно сложно для неподготовленных пользователей, поэтому на этом разделе мы остановимся немножко поподробнее. Сейчас мы с вами посмотрим структуру самого раздела. Эта структура в некотором роде повторяется и в подразделах, то есть ЦРМ, маркетинг, закупки и так далее. Начинается программа с начального заполнения, и заполнения общих настроек. Сам раздел НСИ, нормативно-справочная информация, включает в себя в первую очередь организацию, то есть строение, количество юрлиц, сведения в юрлицах и так далее. Структура предприятия, то есть подразделения, сведения об этих подразделениях и так далее. Ну, соответственно, банковские счета и кассы предприятия, склады и магазины, то есть то, что связано с оптовой торговлей. Кроме этого, раздел администрирования включает в себя раздел обслуживания. Этот раздел достаточно важен, поскольку именно в этом разделе имеются настройки, которые достаточно часто употребляются в практике, и плюс некоторые, если можно так сказать, вкусняшки, которые достаточно облегчают жизнь руководителям и техническим специалистам. Первое, на что хочу обратить внимание, это раздел удаления помеченных объектов. Сейчас он вынесен именно сюда, то есть в обслуживании и удаление помеченных документов, справочников, ну, то есть любой информации, которая помечена на удаление, происходит именно отсюда. Из серии приятных дополнений есть раздел отчеты и обработки. Есть отчеты администратора, которые строятся по журналу регистрации действий, ну, то есть кто с какими документами работал, сколько за день чего сделал и так далее. И есть очень интересный отчетик, отчеты по администрированию. Отчеты по администрированию, к сожалению, сейчас мы не посмотрим, долго будет строиться, ну, посмотрим хотя бы в общих чертах. Позволяют оценить, не нас, не посмотрим, позволяют оценить эффективность работы, то есть кто сколько документов, например, ввел, изменил справочников и строят диаграмму. Это наиболее употребимые из этого раздела пункты. К регламентным операциям относятся управление итогами, период расчета итогов и так далее. То есть это больше техническая функция. Кроме этого, в подразделе администрирования есть общие настройки, которые задают возможность работы в программе определенных блоков. Еще один интересный момент, то есть в верхней строке мы с вами видим наименование данной базы и какая конфигурация при этом используется. Значит, в моем случае у меня названа демонстрационная база. Этот текст отражается первым. Соответственно, вы можете назвать так, как принято называть вашу организацию или ваш холдинг, то есть основное, общеупотребимое значение. И дальше вводится контактная информация, то есть адреса, телефоны, какие-то дополнительные сведения, которые вы посчитаете нужным. И публикация информационной базы. То есть, например, если у вас есть сайт в интернете или какие-то локальные ресурсы, то это тоже указывается здесь. Кроме общих настроек, у нас здесь есть немного, так сказать, организационных пунктов. То есть, например, органайзер. Сюда можно вносить адреса электронной почты, расписание, флажочками отмечаем, что нас интересует. И каждый отмеченный флажочком пункт – это значит активирован раздел в программе, с которой можно будет в последующем работать. Хочу обратить внимание, что здесь же в органайзере можно ввести настройку почты и в последующем прямо из программы отправлять, ну, соответственно, адресатам, начиная от отчетов и кончая электронными документами, там, типа, коммерческое предложение, поручение торговым представителям, смс-рассылки и так далее. Кроме этого, из того, что, в общем-то, нам важно и присутствует во многих разделах для многих специалистов, это дополнительные печатные формы и обработки, которые могут содержать логотип предприятия, допустим, какие-то формы бланков и так далее. РМК оборудование – это в случае, если мы работаем с розницей или торгуем за наличный расчет, РМК – это рабочее место кассира. Это не просто раздел, это помощник, который помогает в работе тем, кто связан с непосредственной продажей клиентов и так далее. Рассматривать мы его сегодня не будем, просто для того, чтобы вы ориентировались, где этот раздел находится и как можно активировать его применение. Если обратите внимание, то здесь есть уже вшитая интеграция с разделами ГИСМ, ВЕТ-ИС, ОБУВЬ и так далее. Средний столбец – это предполагает более тонкие настройки уже разделов, которые сюда включены. То есть, например, предприятие раздел содержит сведения, если в большинстве случаев сейчас используют несколько юрлиц, то есть возможность работать с несколькими организациями, с обособленными подразделениями. Хочу обратить ваше внимание на то, что каждый раздел имеет подсказочку, что же там находится и что поможет сделать активация этого раздела. Здесь же хочу обратить ваше внимание на производственные календари. Они используются при расчете заработной платы, возможно, еще в каких-то ваших бизнес-процессах. Обычно по умолчанию они уже загружены, но если этого не было сделано при установке, то сюда необходимо заглянуть и загрузить свежий календарь на текущий период. Соответственно, если есть обособленные подразделения на отдельном балансе или операции закупок, то есть то, что вам надо, вы выбираете и использование валюты. Здесь нужно обратить внимание, что валюта управленческого учета выбирается, валюта регламентированного учета мы можем тоже выбрать, но в основном используются именно рубли в регламентированном учете. После того, как здесь выбраны валюты и начата работа в предприятиях, изменять их уже не рекомендуется. по крайней. Так. Мы с вами, ну, естественно, номенклатура сохраняет ту иерархию, которую вам нужно. Обычный переход на ERP с каких-то других программ достаточно сложное мероприятие. В каком плане? Есть штатные механизмы переноса данных из разных конфигураций. Располагается начальное заполнение. Раздел начальное заполнение выглядит вот примерно таким образом. То есть есть помощники перехода, как вы видите, из наиболее употребимых конфигураций других. И бухгалтерии, и комплексное управление производственным предприятием, УПП, которое сейчас снято с поддержки зарплата, МСФО, если это требуется. Ну, кроме того, что есть штатные помощники перехода, и всегда есть операции, если вы уже до этого работающего предприятия имеете какие-то другие системы учета, то всегда есть операции, которые введены вручную. Ну, например, начисление там штрафов, пенни, каких-то налогов. Для того, чтобы ввести остатки по этим разделам, у нас существует возможность использовать вот этот пункт документов ввода начальных остатков. В этом разделе мы выбираем, что нам нужно, ну, то есть какой подраздел, и вносим сюда эти данные, записи. То есть можно внести одной операции сплошным, допустим, полем, можно разбивать по каким-то вашим потребностям и вводить информацию, которую не получилось перенести штатными средствами. После того, как стартовые остатки заполнены и, соответственно, перенесены данные, которые были введены в ручном режиме, можно начинать дальнейшие настройки. Есть настройки типа вот структуры предприятия, складов и магазинов, банковских счетов, которые следует заполнить до начала работы в программе. Есть настройки, которые можно делать по ходу работы, то есть вводя документ, необходимую информацию, ну, можно добавлять по ходу работы с документами. Мы с вами начнем рассмотрение сегодняшнего, так сказать, задания по оптовой торговле с раздела продажи. Хочу здесь остановиться немножко подробнее, то есть мы будем с вами сегодня рассматривать раздел продажи, раздел склада, доставка, производство очень мельком и дальше регламентированные учеты, международный финансовый учет мы затрагивать не будем. конфигурация имеется возможность и планирования и бюджетирования, это вот раздел так и называется и к этому привязано достаточно много организационных, так сказать, моментов, но тем не менее мы пройдемся очень мельком по этим вопросам. Итак, раздел продажи. Раздел продажи, он находится вот в этом поле меню, можно перейти отсюда, попадем туда же. Как вы видите, в первую очередь задаются параметры ваших бизнес-процессов, то есть ведете вы оптовую торговлю, розничную, используется ли труд торговых представителей, используется ли работа с давальческим сырьем, новая вкусняшка, это мобильные приложения, 1С заказы, ну и соответственно параметры печати. В нашем случае мы будем рассматривать оптовые продажи. Значит, в первую очередь то, что стоит вот в выбранных окошках, это установлено по умолчанию, но мы можем выбрать, если нам требуется что-то другое. Постановка клиентов на мониторинг 1С парк. Если нам требуется, то соответственно мы поставим флажок. Если не требуется, флажка ставить не надо, на функциональность программы это не влияет. И плюс подсказочки, которые у нас есть после каждого пункта, который надо выбрать, в общем-то расскажут о том, что из себя этот раздел представляет. Ну и естественно должна стоять и отметка, что используются договора с клиентами. Можно работать и без этого, но в этом случае отключается достаточно большой блок аналитики. Работа с продавцами. Используем ли мы заказы клиентов и используем ли мы заявки на возврат товаров. В нашем случае флажочки проставлены, потому что если мы используем заказы клиентов, то в этом случае у нас включается блок резервирования и управления запасами. Ну и заявки на возврат в общем-то имитируют обычный документ оборот, когда, например, в поставке обнаружен, ну может быть, какой-то некондиционный товар или излишне выписанный товар, то в этом случае покупатель уведомляет вот этот флажок, позволяет формировать уведомления от покупателя на то, что требуется возврат каких-то товаров или денежных средств. Использование заказов. Обратите внимание, здесь есть три пункта, под каждым из этих пунктов есть подсказочка, то есть заказ можно использовать просто как печатную форму, в этом случае мы получаем бланк счета, но по нему никаких ни действий, ни проводок, ни резервирования, ничего не происходит, просто как печатная форма. Если мы выбираем заказ стока со склада, то это значит, что используются товары, которые есть уже в настоящий момент на складе. И собственно из них мы можем собирать заказы покупателям и использовать именно эти остатки. Исполнение заказа в этом случае контролируется и есть отчеты, которые можно вывести по этим заказам. Более сложный режим, это заказ со склада и под заказ. То есть мы можем использовать не только те товары, которые располагаются уже на складских площадях, но и резервировать товар, который только поступит под заказ конкретного покупателя. И соответственно вот эти флажки контроля отгрузки и контроля оплаты тоже очень важны, потому что в этом случае прямо в журнале мы будем видеть состояние документа. Удобный флажок причины отмены заказа. В этом случае маркетинговый блок будет регистрировать случаи, когда заказ был отменен, по какой причине, по какому менеджеру, по какому товару и так далее. То есть будет достаточно обширная возможность анализировать, достаточно обширная аналитика и возможности эту аналитику исследовать и анализировать. Дальше мы выбираем как товары резервируются. Здесь есть несколько вариантов, то есть по направлению деятельности, ну например торговля мехами и торговля кондитерскими изделиями или по заказу клиента, то есть когда от клиента регистрируются заказы, в этом случае соответственно регистрируются цены, по которым он заказывал, вид, возможно бизнес регионы, ну то есть тоже много аналитики, которая позволяет коммерческим службам выбирать наиболее актуальные и ассортименты, маршруты и так далее. Счета на оплату, значит это флажок обозначает, что счета сохраняются в программе, хранятся в отдельном журнале и имеют сквозную нумерацию. Обязательный флажок для маркетинга это коммерческие предложения клиентам. В этом случае программа позволяет формировать на фирменном бланке коммерческие предложения и использовать еще одну новинку, это сервис 1С бизнес сеть, то есть сервис, который помогает напрямую работать с вашими партнерами и соответственно экономить ее время и силы и получать больший эффект. Флажок запроса коммерческих предложений от клиентов позволяет получать от них прайсы, какие-то рекламные материалы, ну то есть напрямую загружать в программу информацию, которую мы получаем от них. флажок комиссионной продажи, это значит, что вы работаете с комиссионными товарами и в программе активируется раздел, по которому можно делать отчеты комиссионеров и так далее. Передача на ответственное хранение с правом продажи, это использование забалансовых счетов для учета товаров, ну и естественно, если требуется реализация, то последующую реализацию. флажок корректировка реализации используется для того, что если, например, это иногородние поставщики, покупатели, извините, или требуется какая-то длительная доставка, в этом случае, когда поступает товар на склад покупателя, могут быть зафиксированы расхождения и об этом составляется акт. агентские услуги, то есть, если вы работаете по агентским схемам, то, соответственно, вам нужно поставить сюда флажок, чтобы активировался блок для работы именно с агентскими услугами. Статусы реализации, они помогают отслеживать, в каком состоянии находится конкретный заказ, то есть, отгружен в работе и так далее. Если вы работаете с импортными товарами или с товарами, которые доставляются на дальнее расстояние, то обязательно нужно ставить флажок отгрузка без перехода права собственности, потому что, например, в работе с иностранными поставщиками право собственности у нас переходит не в момент отгрузки или по другим условиям, которые зафиксированы в договоре, а в момент, когда таможня поставила на ваши декларации, штампик выпуска разрешен. Значит, в этом случае можно ставить еще флажок и акты на передачу прав. Еще один очень удобный режим, это вот активизируется флажком реализация товаров с нескольких складов. То есть, если требуется либо сборный груз, либо комплектация для покупателей различными товарами, то есть, например, мебелью и парфюмерии, то вот этот флажок позволяет на основании нескольких заказов покупателям, покупателей делать одну отгрузочную накладную, то есть, одну документацию. условия и порядок оплаты. Это тоже достаточно интересный раздел, который позволяет в договорах использовать или не использовать возможности, например, предоплаты или отпуск в кредит и произвольное количество этапов оплаты обозначает, что можно рассчитываться какими-то траншами, не привязываясь к условиям, что, например, предоплата 100% или какие-то другие аналогичные условия. И вот здесь еще есть один хитрый пункт. Здесь обязательно сделать отметочку, как для производства определяется реализация и рентабельность продажи. Определяется по расчетной себестоимости, которая каждый месяц при закрытии периода формируется, либо используются какие-то нормативные цены, по которым осуществляется продажа. Чаще всего выбирается расчет по себестоимости. Дальше это уже идет немножко административные настройки. Требуется ли согласование руководителей для создания некоторых документов. Ну, например, если заказы клиентов поступают в организацию, требуется ли для их исполнения утверждение или согласование с руководителем. Требуется ли разрешение или согласование на обмен коммерческими предложениями. в розничных товарах, в розничных продажах и немножко другие настройки, то есть там оговаривается возможность работы с кассовыми аппаратами, возможность использовать РМК, то есть рабочее место кассира и так далее. Абсолютно новый раздел это торговые представители, то есть работа с торговыми представителями в предыдущих конфигурациях не встречалась и здесь она у нас присутствует естественно если мы активируем настройки и позволяет во-первых учитывать загрузку торговых представителей, во-вторых автоматически формировать по заявкам уже отгрузочные документы и документы реализации, в-третьих позволяет использовать мобильную технику то есть мобильные гаджеты производить обмен информации синхронизацию и так далее то есть очень интересный блок активируется вот этими вот флажочками и есть так сказать вкусняшки то есть возможность использовать мобильные приложения возможности через мобильные приложения обмениваться данными например с планшетами с телефонами ну и так далее ввести список зарегистрированных мобильных либо компьютеров либо телефонов и обмениваться данными то есть передавать торговым представителям заказы заявки и так далее производство издавальческого сырья здесь задается только возможность работать с этим блоком то есть либо мы работаем с давальческим сырьем либо мы с ним не работаем вообще ну и соответственно уже подробности которые у нас касаются именно давальческого сырья вот так обрабатываем ли мы сами чужое давальческое сырье то есть оказываем услуги такого плана или нет или сами передаем давальцу какие-то операции которые самостоятельно не можем выполнить ну например нету оборудования нету соответствующих станков и отслеживание статусов по заказам давальцев то есть в работе выполнен ну и так далее работа с мобильным приложением 1С заказа это тоже одно из новшеств и оно позволяет синхронизировать информацию с тем что у вас есть на компьютере и тем что передают зарегистрированных мобильных устройств ваши сотрудники печать документов это возможности и параметры печати но они больше имеют техническую направленность значит это настройки которые необходимо провести до того как мы начнем работать с блоком продажи вот в этом меню подраздел продажи это уже еще более тонкие если можно так выразиться настройки которые немножко повторяют CRM извините не CRM а НСИ и соответственно уже конкретные документы в себя включают есть помощник продаж они практически расположены почти во всех разделах в данном случае это помощник продаж который позволяет особенно новеньким неопытным работникам соблюсти необходимый алгоритм есть блок НСИ продаж то есть нормативно-справочная информация в которой расположены справочники ну то есть вот конкретно клиенты договора с клиентами или если есть индивидуальные соглашения эти справочники можно загрузить из других конфигураций если они у вас уже есть либо настроить структуру если это первое заполнение то есть соответственно внести данные вручную и после этого уже идет конкретная работа с документами обратите внимание что в некоторых разделах есть выделенные жирным шрифтом пункты это в основном журналы которые содержат перечисленные документы то есть заказы клиентов это журнал в котором есть заказы клиентов в разном статусе то есть видите во-первых цветовое решение то есть выделяются готов к обеспечению закрыт ожидается обеспечение то есть что такое обеспечение это например мы сделали заказ клиенту создали новый заказ клиента создали новый заказ внесли всю необходимую информацию но у нас нету этого товара в наличии и мы создаем заказ поставщику то есть цепочка работы с заказами позволяет отслеживать весь путь событий так сказать всю цепочку которая происходит от заказа покупателей до окончательной отгрузки уже конкретному клиенту то есть есть состояние электронного документа оборота ну естественно сроки выполнения это позволяет планировать и загрузку склада и доставку товаров ну то есть практически весь цикл работ которые происходят на предприятии с момента получения заказа второй пункт с жирным шрифтом выделены в этом подразделе это у нас общий журнал документов документы продажи все то есть в этом журнале отражается и отгрузочные документы то есть например реализация товаров счета фактуры ну соответственно если есть еще какие-то документы то все они будут отражаться здесь по кнопочке создать у нас появляется перечень то есть не отдельные конфигурации как было раньше а перечень документов которые относятся к разделам что мы активировали в НСИ и администрирование то есть если мы там проставили флажок что комиссионная торговля то соответственно здесь и документы которые касаются этого раздела если например это возврат товаров корректировка реализации тоже была настройка которую мы смотрели в НСИ администрирование ну и так далее по плюсику мы открываем вложенные так сказать документы и создаем новый ну возьмем например реализацию товаров в этом документе как я уже говорила повторюсь еще раз некоторые справочники мы можем создавать по ходу работы с документом то есть соответственно операция то есть это либо реализация обычная либо передача на комиссию либо возможно это документ только для бухгалтерии только в регламентированном учете отражается выбирается складское хозяйство то есть какой склад в нашем случае работает ну и так далее заполняется в принципе достаточно аналогично всем другим конфигурациям хочу остановиться на двух моментах склад это мы заполняем в разделе НСИ склады и магазины когда мы заполняем эту информацию то соответственно можно разделить по видам деятельности если необходим раздельный учет и например вот берем торговую деятельность и ну возьмем для примера розничные склады и задаются торговые точки информация про склады должна заполняться максимально подробно то есть какой это склад розничный или оптовый если вы имеете возможность работать с бизнес регионами то эта информация позволит вам иметь так сказать карту вашего бизнеса какие районы более прибыльные какие менее какие например требуют больше затрат для реализации в этом районе например доставка таможены там услуги ну что-то еще материально ответственное лицо хочу обратить отдельное внимание на материально ответственных лиц то есть изначально предполагается что у вас уже заполнен список сотрудников то есть работники сюда уже внесены в этот справочник и вы выбираете того человека который отвечает за этот склад очень важно это при работе с основными средствами поскольку если в основном средстве в карточке основного средства вы укажете материально ответственное лицо например Иванов перемещаете или делаете какие-то другие документы с указанием другого человека то в программе могут возникнуть накладки и будет подбираться то ответственное лицо то ответственное лицо которое было указано в карточке независимо от того на какой склад это поступило соответственно материально ответственные лица и должности указываются во многих документах типа инвентаризации с лечительной ведомости актов о приходовании и так далее значит еще один очень важный пункт это контроль остатков и управление запасами значит флажок контролировать обеспечение обозначает что на складе резервируется товар под конкретные заказы то есть что вы уже активировали работу с заказами и у вас резервирование идет и со склада и под заказ ответственное хранение это например если вы оказываете услуги по ответственному хранению позволяет учитывать товар который не принадлежит вам но которым вы можете распоряжаться в силу каких-то условий договора включение или отключение возможности работать с ордерным складом ну и естественно указание адресов потому что в этом случае без адресов склада невозможно проводить анализ их эффективности так вернемся снова к документу реализации товаров и услуг соответственно на закладочке товара заполняется табличная часть что мы продаем это справочник номенклатура который чаще всего перегружается из каких-то других ресурсов то есть либо с предыдущих конфигураций либо с коммерческих предложений либо с экселевских файлов ну то есть и информация которая здесь используется соответствует тому что указано в карточке в номенклатурной карточке товара и информация дополнительно вот это самая важная информация для регламентированного учета то есть здесь указывается направление то есть вид деятельности выбор каким документом оформляется данная реализация то есть например торг 12 или акт на передачу прав или и то и другое и НДС то есть цена включает НДС или налогообложение продажа не облагается продажа на экспорт или если это например белорусский то где будут производиться начисления НДС кроме того что провести и закрыть общепринятые пиктограммы используется пиктограммка создать на основании то есть два листика один на основании другого привычная кнопочка сохранить которая использовалась в бухгалтериях или в управлении торговли здесь тоже заменена пиктограммкой то есть дискета которые раньше использовались на компьютерах которые уже почти никто не помнит это значит сохранить то есть записать документ сохранить документ и печатные формы то есть печатных форм очень много раньше они встречались только в отдельных конфигурациях здесь вот этот перечень ну естественно еще можно добавить если требуются какие-то доработки добавить какие-то либо фирменные бланки либо какую-то кодировку которая используется только у вас ну и соответственно для складского учета то есть накладные например по форме М15 использование сертификатов то есть можно напечатать сертификат УПД ну то есть конкретно перечень форм видите достаточно большой протокол обмена используется в случае если надо заказать эмиссию марок ну например если вы торгуете обувными товарами то соответственно после формирования списка реализуемых товаров вам необходимо заказать если вы не просто торгующая организация например производящая обувь то вам нужно заказать марки и соответственно эти марки использовать уже в дальнейших документах документах отгрузки покупателям и так далее то есть вот это можно делать уже по ходу пьесы по ходу работы с этим документом но чаще всего такие большие сложные справочники типа номенклатура контрагента это заполняется на этапе переноса информации меню продажи у нас содержит еще некоторые документы которые может быть используются не слишком часто но если вы задали в разделе инсы и администрирование эти настройки то они вам тоже понадобятся это запросы коммерческих предложений наши коммерческие предложения ну соответственно счета на оплату если это используется отдельно то счета на оплату мы с вами попадаем в журнал в котором перечислены выставленные счета соблюдаются правила нумерации и так далее хочу обратить внимание еще на один момент все журналы которые используются и в 1С ERP и в 1С то есть конфигурациях других отличных от ERP имеют вот такую структуру то есть табличная часть которая заполнена какой-то информацией и шапка то есть соответственно в шапке мы можем фильтровать конкретные ну либо если мы ставим вот такую фильтрацию то есть стрелочка вниз то идет нумерация по возрастанию еще раз нажимаем стрелочка получается вверх получается другой ряд то есть по убыванию та же самая история если мы делаем сортировку по датам по суммам по валютам ну то есть по любому практически почти по любому полю которое мы здесь видим есть еще одна тонкость которая тоже достаточно комфортно в ежедневном использовании то есть если необходимо в журнале выделить какой-то какой-то объем документов то это делается стрелочкой как в обычном экселе то есть мы выделяем какой-то массив данных и соответственно с ними уже дальше производим конкретные действия чтобы снять выделение достаточно просто щелкнуть в выделенном объеме по любой позиции какие у нас еще здесь расположены кнопочки то есть мы можем вывести отчеты по этому журналу ну например выделили несколько документов и посмотреть структуру подчиненности то есть связанные документы есть еще кнопочка напоминаний то есть либо мы хотим направить письмо ну например что вам счет сформирован и выслан там на электронную почту либо создать заметочку что завтра позвонить Ивану Ивановичу ну то есть то что нам требуется в этом случае и печать то есть мы можем заказать так сказать комплект документов можем напечатать освещение сам счет на оплату счет на оплату с Фоксимили стоит обратить внимание что для того чтобы можно было работать с Фоксимили нужно в разделе НСИ и администрирование задать соответствующую настройку располагается она НСИ и администрирование администрирование так продажи кроме кроме того что здесь находятся рабочие документы по именно торговой деятельности также здесь расположены и заказы и документы по работе с давальческим сырьем значит если мы задали в настройках что регистрируются заказы то заказы по работе с давальцами тоже создаются и имеют отдельный журнал ну вот например давайте посмотрим этот документ заказ давальца то есть нам например требуется собрать вот конкретно такую такое изделие на закладке сырье и материалы из чего оно делается доставка про доставку мы поговорим чуть-чуть позже и какая-то дополнительная информация которую мы необходимо использовать значит еще раз повторюсь если мы используем заказ то на основании заказа мы можем сделать достаточно много документов то есть всю цепочку начиная от получения и кончая передачей конкретного выполненного изделия выполненного заказа уже нашему контрагенту есть еще пункты которые фиксируют выполнение этого заказа и передачу уже выполненного заказа на склад на ответственное хранение также факты оплаты в меню продажи есть еще раздел отчеты отчетов достаточно много они находятся не только в этом разделе но еще вот здесь в основном во всех разделах первоначально располагаются отчеты помощники и НСИ отчет по продаже много отчеты это есть и штатные есть и те которые мы можем сконструировать самостоятельно кроме того что мы можем сконструировать сам отчет мы можем еще сохранить через меню сохранить свои настройки сбросить настройки ну то есть задать какие-то нестандартные отчеты которые нам нужны штатные наиболее использующиеся отчеты выделены жирным шрифтом карта продаж про что я вам говорила если мы используем бизнес регионы при отгрузке и при работе может быть список клиентов которые например у нас попали в черный список ну из-за недобросовестности или еще по каким-то причинам можно сравнивать рейтинги продаж по регионам это к вопросу о том что каждый флажок при первоначальных настройках активирует целый блок аналитики который касается этого раздела и плюс ко всему в ERP достаточно четко можно контролировать нагрузку которая у нас ложится на торговых представителей складских работников экспедиторов и так далее в этом случае мы задаем периоды которые мы сравниваем и смотрим что например в марте месяце Иван Иванович был загружен ну просто так что вздохнуть некогда а в мае месяце он у нас сидит и в курортном режиме так сказать ничего не делает так значит значит повторюсь мы делаем сначала если активирована работа с заказами мы делаем заказ покупателя на его основании делаем либо документы отгрузки либо заказы поставщикам и дальше уже соответственно включается вся технологическая цепочка торгового предприятия то есть мы получаем товары на склад я абсолютно намеренно обхожу раздел закупки потому что к сожалению это уже идет раздел снабжения он достаточно большой очень интересный там тоже есть уникальные разработки но к сожалению сегодня это не наша тема поэтому мы поговорим про склад и доставку значит обеспечение потребностей это собственно говоря контроль работы над заказами и над складскими остатками и плюс контроль за своевременностью заказов и своевременностью обеспечения например если нам нужен страховой запас в определенном объеме то чтобы он всегда поддерживался на нужном уровне видите строение точно так же отчеты по складу настройки и справочники то есть уже более точная настройка и дальше уже пошли рабочие документы хочу обратить внимание что программа позволяет вести работу с адресным складом так сказать то есть задаются размеры ячеек стеллажи расположения правила размещения в этом случае всегда можно контролировать и наличие и правильность хранения и если используется складская логистика то соответственно ее использовать и управление доставкой склад и доставка значит программа позволяет вести учет в разрезе ну например если у нас есть свои транспортные средства свои водители экспедиторы или если мы пользуемся наемным транспортом если у нас есть свои складские ну не только складские свои транспортные средства то в этом случае заполняется два справочника первое это мы заполняем типы транспортных средств то есть ну например это вот машины с грузоподъемностью определенные там корабли и самолеты ну то есть тип транспортного средства вагона например и после этого заполняется справочник уже конкретно каждого транспортного средства где указываются его точные характеристики то есть государственный номер техпаспорт ну в общем та информация которая у нас в наличии по транспортным средствам зоны доставки то есть например по регионам города по каким-то междугородним ну то есть разбивка может быть любая такая которая у вас используется или которую вы хотели бы использовать и здесь уже внутри вот конкретный каждый маршрут имеет кроме наименования еще какое-то описание ну например там город не знаю там Челябинск сложная дорога необходимость каких-то конкретных транспортных средств ну то есть все что вы считаете нужным сама работа с доставкой уже находится то есть после того как заполнены вот эти справочники уже находится в разделе склад и доставка и мы потом посмотрим как с этими документами работать так заказы до вальцев все так клиентам нам уже не потребуется требуется нам что еще мы здесь видим я просто отвлекусь от порядка и обращу ваше внимание то есть раздел управления доставкой это как раз то о чем мы говорили где требуются сведения о транспортных средствах и могут создаваться документы поручения экспедитором ну например порядок развоза товаров что сначала товар нужно доставить в точку б потом в точку с потом в точку а например здесь тоже есть выделенные шрифтом жирным разделы где собраны собственно это общие журналы документов внутренние документы внутренний товар движения это в основном перемещение между своими складами цехами ну то есть между своими складскими комплексами внутреннее потребление это если например используется для нужд производства или для еще каких-то ну то есть видите здесь тоже собраны все документы которые касаются этого раздела и по кнопочке создать у нас опять высвечивается меню где мы можем выбирать достаточно большой перечень документов которые мы можем создать и которые хранятся именно в этом журнале возможность работы с ордерными складами и соответственно упаковочные листы ну то есть информация которая требуется для размещения на товаре ну например если мы отгружаем для отправки через таможню или там через железную дорогу или наоборот сборным грузом то есть ярлыки которые крепятся например на палет и так далее то есть это тоже задается в этих в этом разделе ну и теперь немножечко поподробнее по управлению доставкой потому что этого раздела в других документах не было хочу сразу оговориться что здесь не предполагается сложного учета то есть как в автотранспортном предприятии этот раздел позволяет только учитывать наличие собственного транспорта его загруженность и маршруты которым развозятся и формировать задания экспедиторам задания на перевозку это справочник транспортных средств про которые я вам говорила то есть внутри внутри мы задаем сведения про транспортное средство если это лицензионная карточка требуется задаем ее параметры ну и собственно всю информацию вводим которая у нас имеется например по этому автомобилю или по вагону или по пароходу ну то есть по тому транспортному средству и выдается время работы то есть часы и даты с какого работы то есть например он работает с 1 января там например 2001 года или задаются даты переносится то есть здесь располагаются транспортные средства а здесь располагается маршрут доставки кроме доставки здесь у нас есть еще один очень интересный момент поручение экспедиторам поручение экспедиторам могут делаться самостоятельно могут делаться на основании счета могут делаться на основании документов реализации по ним существуют тоже отчеты ну то есть структура подчинения можно просмотреть всю цепочку что где было связано значит само поручение экспедитору пишется вот в этом поле ну например что там документы нужно доставить там в такой-то кабинет или следить там за расположением груза по очередности ну то есть любые которые у вас нужны поручения то здесь можно их записать кроме этого этот документ имеет еще и печатную форму то есть форму которую можно распечатать форма со штрих-кодом это позволяет отслеживать ну например что поручение выполнено экспедитор приехал сдал поручение в этом случае программа позволяет анализировать его производительность и еще одна тонкость которая у нас добавилась в меню склад и доставка это то что всем нам привычные инвентаризации здесь отсутствуют в ERP понятия инвентаризации нет есть понятие пересчет товаров вот пересчет товаров это как раз таки и есть наша инвентаризационная ведомость можно задать какие-то отборы конкретные можно заполнять по разным складам но в результате значит мы получаем во-первых административные документы то есть приказ на перечисления и саму приказ например на проведение инвентаризации приказ на проведение выборочной инвентаризации или конкретных ячеек или конкретного качества то есть выбор гораздо шире чем был в других конфигурациях и наконец сами документы то есть они здесь введены как печатные формы ну то есть обычная инвентаризационная ведомость сличительная ведомость инвентаризационная ведомость абсолютно такая же к которой мы привыкли только немножко по-другому располагается и немножко в другом наборе функционал многие когда начинают работать с этой конфигурацией теряются и говорят а где же инвентаризация вот она тут только назвали нашу машу по-другому есть сервис достаточно интересный обмены с EGAIS ну то есть и с другими аналогичными порталами соответственно цепочка у нас получается такая мы создали с вами заказ покупателя на основании этого заказа покупателя мы создали заказ ну допустим заказ клиента мы создали заказ клиента так эх как я промахнулся нет создали заказ клиента и потом можем проследить всю цепочку которая у нас идет от заказа клиентов до заказа поставщику и потом уже отгрузку товаров и можем проанализировать эффективность продажи этому клиенту и плюс к этому если мы работаем по заказам кроме того что у нас есть аналитика и резервирование под этот конкретный заказ мы можем сэкономить время на том чтобы не заполнять табличные части других документов и соответственно они переносятся так же как при работе предыдущих конфигурациях они переносятся во все документы которые введены на основании этого заказа здесь же склад и доставка у нас расположены передача в эксплуатацию это работа со спецодеждой то есть передача в эксплуатацию это ведомости на выдачу спецодежды какой-то конкретной и погашение стоимости ТМЦ это списание по истечению срока или из-за того что пришло в негодность списание этих товароматериальных ценностей здесь же идет работа с сертификатами то есть первое это сертификаты номенклатуры может быть складов и магазинов после того как мы посмотрели что мы можем делать по складу то есть в разделе продажи мы формируем заказ покупателя то есть заказ клиента потом резервирование по нему и так далее на в разделе склад и доставка мы можем создавать документы которые отражают внутреннее товародвижение адресное хранение и так далее и после этого у нас с вами доходит очередь до финансового результата то есть мы намеренно пропускаем этап казначейства то есть оплату товаров в любом формате в основном казначейство для оптовой торговли это немножечко все-таки расскажу про это дело то есть это возможность работать во-первых с заявками на расходование денежных средств а во-вторых ну собственно создание самих документов то есть платежных поручений платежного календаря что самое интересное в нашем случае значит если у нас существует заказ по нему зарезервирован товар то соответственно мы можем рассчитывать платежный календарь по условиям договора с этим поставщиком или с этим покупателем то есть когда должен оплатить покупатель когда должен оплатить поставщик когда должны оплатить поставщику мы и дальше работа уже с клиент банком заявки в нашем случае они имеют статус то есть видите оплачены не оплачены и так далее и у них есть статус не согласованно согласованно к оплате то есть если например мы создали несколько заявок на расходование денежных средств и право на согласование у нас есть например у коммерческого директора он может согласовать не все платежи то есть не все заявки и в этом случае создать платежное поручение по не согласованной заявке мы уже не сможем. То есть, соответственно, это контроль того, что оплачивается. В этом случае у нас есть возможность абсолютно аналогично работать и через банк, и через кассу, то есть и наличный, и безналичный расчет. Есть раздел экваринг, то есть если нам оплачивают по карточкам. И есть очень большой блок аналитики. То есть, во-первых, по казначейству, а во-вторых, по взаиморасчетам. То есть всем привычные сверки, то есть взаимозачеты по задолженностям, когда есть обязательства по разнонаправленным договорам. То есть мы должны одному контрагенту по договору, и он же нам должен по другому договору. И финансовые инструменты – это лизинг. Это я очень вскользь, быстрее, быстрее. Хотела вам рассказать про то, что у нас находится в казначействе. Но, естественно, больше всего нас интересует регламентированный учет. То есть мы с вами продали что-то контрагенту, контрагенту, посмотрели отчеты, которые у нас расположены в меню продажи, в меню склада, доставка. И теперь нам, соответственно, нужно создать официальную отчетность, то есть налоговую инспекцию и так далее. И для себя что-то посмотреть. Значит, есть стандартный отчет, штатный, так сказать, отчеты по финансовому результату. В принципе, это отчеты все, которые были в разных предыдущих версиях или в аналогичных конфигурациях, ну, например, торговля, склад или бухгалтерия. Кроме этого, у нас существует еще управленческий баланс. То есть если у нас, например, есть управленческая фирма или какие-то управленческие, так сказать, документы, то вот здесь мы можем построить управленческий баланс, который, например, сделан по всему холдингу или по всем организациям, которые имеют управленческие документы. Кроме этого, мы можем создать свои документы и можем создать очень удобный режим. Вот есть продажи между своими организациями. То есть, соответственно, если у нас одна фирма импортер, а другая фирма продажник, то между ними можно, используя вот этот отчет, просмотреть, насколько между ними соблюден документ оборот, все ли документы сделаны, все ли документы выписаны и правильно ли они выписаны. Кроме этих отчетов, в данном разделе, видите, опять есть выделение жирным шрифтом. Очень хороший помощник, просто великолепный, есть по учету НДС. Вот это для бухгалтеров, ну, самая основная, наверное, вкусняшка. Потому что позволяет проанализировать состояние всех документов, которые так или иначе затрагивают НДС. То есть, проверить авансы, например, по всем оплатам, которые нам пришли. Выберем, например, какую-то организацию, деловой союз. Вот, если, значит, здесь мы можем выбрать авансы в течение пяти дней, если зачлись, то мы можем на них счета фактуру не выписывать. И если уже есть какие-то конкретные авансы, которые мы зачли и так далее, ну, то есть, есть выбор. И кнопочка заполнить авансы. Ну, в моем случае их, к сожалению, нету. То есть, по данному разделу программа анализирует наличие и правильность всех документов. И после этого мы видим результат нашей бурной деятельности. Есть отдельно декларации по импорту. То есть, если в ГТД указан НДС, то, соответственно, по этой декларации должна зарегистрироваться эта операция. Белорусский НДС. Ну, соответственно, вот все меню, которое вы здесь видите. Прочие операции. Это записи книги продаж и книги покупок. Так, хочу обратить ваше внимание сразу, что это ручные записи. То есть, сам по себе журнал книги продаж и книги покупок – это отчет. В данной конфигурации, в данной системе. Отчет, который формируется по уже созданным документам. Но если у нас возникает какая-то нештатная ситуация, когда надо в этот отчет добавить отсутствующие записи, которые, например, относятся к предыдущему периоду, или были исправлены какие-то ошибки без ретроспективного пересчета. Ну, то есть, любые варианты и любые причины, почему. То есть, в этом случае вот здесь вносится корректировочное сведение. И, наконец, сами регламентные операции. Во-первых, это отражение документов в регламентированном учете. Значит, это очень важный момент, потому что для многих бывает и непривычно, и не совсем понятно. В этой конфигурации ведется три вида учета. Бухгалтерский, даже четыре. Ну, поговорим мы сейчас о том, что ведется бухгалтерский учет, налоговый учет, как нам уже всем привычно, управленческий учет и оперативный учет. То есть, до момента формирования отражения документов в регламентированном учете проводок, так привычных нам, здесь не формируется. Они формируются вот этим, так сказать, документом. Там отражение в регламентированном учете, и проводки уже появляются только после этого. Соответственно, есть еще отдельный блок отчетов по НДСу. Проверяются полнота получения счетов фактур. Отчеты по НДС в электронном формате, то есть это уже конкретно подготовка декларации и подготовка приложений к этой декларации, то есть книги покупок, книги продаж, раздел 8, 9 и так далее. И раздел 7. Ну и есть еще дополнительная плюшечка. Это сверка данных учета НДС. То есть, это сверка запрос на размещение электронной информации при создании декларации, что в некоторых конфигурациях есть, как вынесено отдельно. Здесь вот есть такой сервис. Ну, надежность поставщиков. Вот еще один очень забавный момент. Это вот такой отчет. К сожалению, у меня, наверное, нет документов, чтобы он мог проанализировать. Это если мы используем раздел 1С ПАРК. То есть, риски, должная осмотрительность, передавались ли справки с электронной подписью. То есть, видите, если я останавливаю курсор на каком-то окошке, возникает всегда электронная подсказка, что там было или что нужно показать. Так, это мы с вами поговорили про помощника по НДС. И, наконец-таки, вот распределение доходов и расходов и финансовый результат. Но это в основном раздел, который используется предприятиями, у которых есть какой-то производственный цикл, не особо сложный, но он присутствует. Конечно, в случае каких, ну, например, там, металлургических предприятий или чего-то еще аналогичного, возможности этой программы будет недостаточно. Для большинства остальных предприятий программа ERP позволяет, в общем-то, охватить все разделы, которые требуются и для регламентированного учета, и для коммерческого блока, и для зарплаты. То есть этого хватает всего функционала, и плюс позволяет очень четко разбить, ну, то есть назначить права и роли, и, соответственно, систематизировать, так сказать, работу. Значит, здесь хочу обратить ваше внимание, что закрытие месяца у нас располагается в финансовом результате и контролинге, и закрытие месяца в нашем случае, несмотря на то, что процесс достаточно длительный, обычно первоначально программа анализирует состояние учета, это состояние остатков, ну, то есть состояние всей информации, и после этого выдает список, что необходимо сделать, и где найдены косяки. Еще один, то есть вот, видите, еще один интересный момент, что эта операция может выполняться во время работы с документами другими пользователями, то есть она не требует монопольного режима. Она, конечно, замедляет общее время проведения документов, но, тем не менее, это возможно. Значит, отмечается то, что не выполнено, и не выполнено по какой причине. То есть можно посмотреть, требуется пересчет, и посмотреть подробнее, то есть что конкретно. В большинстве операций даются ссылки на неправильный документ или документ, который не отражен в учете, или какие-то косяки, которые возникли, ну, например, при настройке, то есть, например, документ есть, а перенесли, например, его переносом остатков, но не включен режим, который этот документ использует. Ну, то есть, вот видите, в данном случае работа с валютой, показывает, что было неправильно. Показывает, какие документы были не оформлены, и какие требуют, извините, сначала нажала оформить, а потом хотела открыть по крестику. Ну, то есть, вот так. Требуется оформление учета документов по учету НДС, 92 штуки. То есть, можно нажать «Оформить», в этом случае программа на них, на всех сформирует эти документы, но, естественно, лучше сначала посмотреть, от чего же там такое приключилось, почему этих документов не существует. либо существовали какие-то документы, которые в предыдущем периоде не были закрыты. Ну, то есть, дает достаточно подробную информацию по всем разделам. Ну, вот поскольку у меня включен международный учет, то и по МСФО тоже. Можно в этих настройках задать конкретно, то есть, если я что-то задаю, ну, хочу посмотреть только один какой-то показатель, то здесь задается такая возможность. И уже вот конкретно закрытие месяца или отдельный документ отражения в регламентированном учете уже рождает проводки и всем привычные отчеты типа оборотно-сальдовой ведомости, анализа счетов, ну и так далее. То есть, те, которые обычно используются в бухгалтерии. И, наконец, регламентированный учет значит, отражение документов в регламентированном учете это то, что я вам говорила только что. То есть, это отражение проводок по документу, но без закрытия месяца. Это тоже помощник, то есть, это не просто отдельный документ. Это документ, который позволяет проконтролировать некоторые наиболее важные разделы. То есть, мы сформируем проводки, но программа предупреждает, что эти проводки могут измениться, потому что, например, при закрытии месяца происходит перерасчет себестоимости, например, готовой продукции. В нашем случае мы сформируем проводки, но они будут предварительными, поскольку при закрытии месяца уже будет рассчитана окончательная себестоимость. А при выполнении такой операции она будет учитывать только те данные, которые есть в программе на данный момент. И, соответственно, если были проведены какие-то ручные операции, по ручным операциям у нас не возникает налоговых проводок, и они не попадают, ну, например, в книгу учета доходов и расходов. Может быть, например, какие-то счета недонастроены, то есть упустили при первоначальных шагах. То есть, это тоже отразится в этом разделе. Ну, то есть, видите, соответственно, будет список, и мы можем донастроить сета, которые пропустили. Итого, общая статистика, что отражено у нас столько-то документов, из них проведенные, непроведенные, то есть, видите, отражен. Ну, в нашем случае отражены все документы, потому что мы делали специально, как бы для наших примеров. Можно настроить автоматическое выполнение этой операции по какому-либо расписанию. То есть, например, раз в день, там, в ночное время, раз в неделю, там, по пятницам, ну, то есть в любом удобном графике. Но вот в этом случае обычно бухгалтера предпочитают делать это вручную, чтобы можно было посмотреть на конкретный момент конкретных, что уже отразилось, что же не отразилось. Собственно, технология работы с этим документом такая. Делаем, создаем этот документ, проверяем, где у нас что. То есть, ручные операции есть, их надо обязательно проверить, потому что это самый сложный для отражения учет. Дальше не настроены счета, посмотреть. Документы, которые ожидают проведения, то есть надо посмотреть почему. И уже после этого выполнить отражение. К сожалению, я немножко увлеклась и перебрала по времени, потому что на вопросы у нас осталось очень немного времени. Но тем не менее, хочу напомнить, что мы с вами можем обменяться вопросами по электронной почте, ну, то есть в письменном виде, тогда мы ответим вам поподробнее. В этом случае у нас есть возможность с вами контактировать. Сейчас я покажу один момент наши координаты. Вы можете нам писать на электронку, обращаться уже напрямую в компанию. Мы будем очень рады вам помочь и с настройками, и с доработками, ну, и, соответственно, с любыми другими вашими нуждами. Спасибо. Всего доброго. На этом мы с вами прощаемся. Субтитры подогнал «Симон» to be continued... Субтитры подогнал «Симон» Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...